Ну а Казахстану нечего опасаться. Ситуацию с захватом власти талибами прокомментировал экс-посол Казахстана в Афганистане Умртай Бетимов. По его словам, внешняя политика останется такой же, поскольку стране даже при радикалах надо на что-то жить. А во-вторых, потока беженцев, как такового в нашу республику, тоже не будет, поскольку страну покидают сторонники президента Ашрафа Гани, а их не так уж и много. В теме разбиралась моя коллега Жанна Алвазбаева. Нынешние талибы в галстуках. Именно так характеризуют группировку дипломат Умртай Бетимов. По его словам, Казахстану опасаться нечего. Бизнес тоже не пострадает. Ведь радикалы сами заинтересованы, чтобы экономические отношения между нашими странами продолжали развиваться. Казахстан является главным источником зерновых. Впрочем, сами радикалы, захватившие власть, обещают то же самое. Доноры прекратят или значительно ослабят свою помощь Афганистану. Афганистан до сих пор жил за счет большой донорской помощи армии, органов безопасности. Все это содержалось за счет, так скажем, коалиции этих. Теперь у них уменьшится. Им тоже нужны пополнения бюджета из собственных внутренних резервов. Они могли бы... У них есть много богатых подземных ресурсов, не освоенные. Казахстан мог бы там участвовать. Я думаю, что у них тоже свои будут спонсоры с идеологической точки зрения. Конечно, это исламские страны, которые заинтересованы поддержкой этой идеологии. Думаю, они будут. Ближайшие, например, пакистанцы, Удовская Аравина, Эмираты. Особого потока беженцев также в Казахстан не ожидается. Потому стране нечего опасаться, считает эксперт. Ну, я думаю, что специалисты-то они все останутся, куда весь Афганистан не убежит. Я сказал, что страну покидают только те, которые боятся за личную жизнь, а не из карьерных побуждений. Они же тоже нуждаются во внешней торговле, нуждаются в инвестициях, как же, в технологиях, в специалистах. Другие казахстанские эксперты считают, что Центральной Азии надо прийти к консенсусу. Кстати, для казахстанских дипломатов это не составит труда, уверены они, поскольку наша республика никогда не была приверженцем какого-то определенного режима. Отзывать дипмиссию Казахстан тоже не планирует. Она работает в штатном режиме. Я полагаю, что в ближайшие месяцы странам Центральной Азии нужно тоже выработать, возможно, общую центрально-азиатскую платформу стабилизации отношений с Афганистаном, предоставление ему большей возможности для того, чтобы найти какой-то внутриафганский консенсус и в то же время стать вот такой традиционной, исторической, органичной частью Центральной Азии в целом. Если что и изменится, то только внутренняя политика страны, говорит дипломат. И то талибы в 90-х и талибы сегодня – это разные группировки. За 20 лет они проделали работу над ошибками и стали более лояльными. Однако в черном списке в мире, как террористическая группировка, они будут оставаться. И чтобы из него выйти, нужно очень постараться. Справится ли талибан, покажет время. Жанн Алпызбаева, Марат Бейсов, Атамекен Бизнес.